Всем привет, друзья! В этом видео я расскажу вам про кемпинги Турции. Когда мы пробирались на зимовку из Трабзона в сторону Анталии, мы проехали по трём кемпингам. Какие-то были платные, какие-то были бесплатные. Да, действительно, в Турции есть бесплатные кемпинги. Об этом я вам тоже расскажу. И, собственно, будет много полезной информации, вы поймёте, как лучше всего ехать на зимовку. Потому что мы ехали по самой популярной и по самой удобной дороге для перелёта с холода в тепло. Координаты точек я оставлю в описании. Присаживайтесь поудобнее и смотрите внимательно. Ребяточки, доброе утро. Середина декабря, 16. Завтра у Серёги, кстати, у Юнги день рождения, 17. Мы вот на такой парковочке муниципальной. Здесь есть туалеты. Вот здесь мы ночевали. И вот такое вот море. Прямо под звуки моря мы ночевали сегодня. Сегодня спали и слышали, как море шумит. Классно. Единственное, тут ложник пошёл. И у нас опять не работает зарядка. Поэтому мы отправляемся дальше. Сегодня большой будет проброс до следующего города, до Самсуна. По дороге поменяем маслице и покажем, расскажем всё. Ещё здесь на парковке стоит вот такой разбитый автобус, в котором вечером тусовались ребята. Наверное, он используется как кафе, либо как какой-то, я не знаю, какой-то приморский притончик. Под Самсуном мы нашли кемпинг за 200 лир. Ночёвка, говорят, если будет место, встанем там, чтобы включить розеточку, чтобы сходить в душ, чтобы сделать для вас видео про то, как мы в Бишкеке были. Представляете, мы уже в Турции, а вы ещё смотрите про то, как мы в Бишкеке. Поэтому надо ускоряться, надо монтировать. Поехали в горную Турцию, отъезжаем от побережья. И скоро у нас будет, буквально через час, сервис, где мы хотим поменять масло и прицениться, сколько будет стоить замена вот этой крышки, смена прокладки. В общем, узнаем, сообщим. Дождичек вроде бы прошёл, но тучи прямо над горами. Очень длинные туннели, самые длинные туннели пока, которые мы видели. И 3800, почти 4 километра мы ехали под землёй. Но под землёй нет дождя, что приятно. Проезжаем приятный городочек Фаца. Такой вот прям побережье напомнило нам Испанию. Испанская уже практически средиземноморская. Хотя на чёрном побережье. На черноморском побережье. Очень красивый городочек. Здесь бы, если было бы тепло, я думаю, можно было бы пару деньков потупить, у моря погулять, покупаться. Ребят, по рекомендации в Go One Life, в Евроавто заехали, в Евросервис и меняем масло. Здесь сказали, что они не делают такие работы по ремонту прокладки. То есть двигатель снимать не будут. Ремонтируют, но масло могут поменять. Всё-таки я уже переездил масло и выяснил с нашими мастерами, что если дальше я буду менять вот эту крышку, то заменять масло не нужно будет, так как работать всё будет сверху. Поэтому я решил всё-таки поменять масло, так как ещё больше тысячи километров ехать в Анталию. И не торопясь, может, мы ещё куда-то завернём. В общем, масло поменено. Фильтр вроде посмотрел, стружки там нет. Но взял у нас всякий пакетик, чтобы потом посмотреть, изучить вопрос на предмет стружки фильтра. Но в Анталии уже будем ремонтироваться. Очень мощный мастер. Только армия. Я инструментом специальным. Я имею специальное инструмент для этого, но этот мастер только армия. Это хороший мастер, да? Подъезжаем к Самсунгу. Друзья, это просто как будто на подъезде, это город продавцов машин. Везде одни автосалоны, то есть вот так вот на улице машины стоят, продаются. И везде, везде, везде целый район продавцов автомобилей. Ребятушки, мы остановились в кемпинге. Здесь есть душ. Вот такой вот душ, две кабиночки. Женский туалет. Там с той стороны и мужской туалет. И сейчас покажу местечко. За 200 лир мы встали. 200 лир, это 300 рублей. Одна ночь. Если вторая ночь, то тоже еще 200 заплатим. В общем, нет у них скидок на несколько ночей. Поэтому мы здесь. Наши места стоят 200 лир. Есть места в первом ряду, которые стоят 250. Это вот с видом типа на море. Ну, нам без разницы. Вот наш караванчик стоит. И есть розеточка 220. В общем, будем жить сегодня здесь. И будем монтировать для вас видео, потому что завтра в раскресенье. Вот такое наше местечко. Не знаю, почему нам досталось местечко без крыши. Но, в принципе, она, крыша, смотрите, здесь такая. Не от дождя больше, а от солнца. Поэтому, в принципе, я за это не расстроился. Без крыши и без крыши. Солнце сегодня нам не грозит. Или завтра тоже. Вот тут электричество. Подключаем сейчас вот эту сеть. Вот так вот мы провели наш кабель. Он выходит в окошко. К сожалению, так. К сожалению, так. Ну, что есть, чем богат, тем рады. Сразу за кемпером водичка. Вот она, водичка. Жена сразу отправила за водой. Говорит, нечего пить. Единственное, ребятушки, очень скользко. Здесь вот эти вот ступеньки, по-моему, очень скользкие. Плитки. Прям вот, прям вот чуть не упал несколько раз. Пойдем посмотрим туалет. Вот, ведь всегда о ресторане, о месте судят по его туалету. Сходим, поглядим. О, свет включился. Это, кстати, изгуд. И здесь можно купаться по всей мести в сезон. Прям вот сделана платформа. Можно смотреть, как внизу спуститься. Вам ничего не видно. Темно. Завтра посмотрим еще. Пойдем в туалет. Прям автоматический свет. Ну, нормальный туалет, ребят. Довольно чистенько. Три раковины, три прибора, писсуара. Да, ну и вот чувствуется все-таки, что он один, как бы, такой европейский. И один восточный. Я вот так назову. Отправляюсь я в ближайший торговый центр. Он находится за этой железной дорогой. Кемпинг как раз через железную дорогу у моря. Завтра у Сергея Павловича у нас в юнке день рождения. Поэтому нужно купить тортик. Тортик. Свечечки у нас уже есть. В общем, идем готовиться. Готовиться к дню рождения Сергея Павловича. Пока они там сейчас намываются. Остались готовить. Оставил Сергея Павловича за главного. А сам отправляюсь в город. Лифт не работает. Ну, и ладно. Нам надо разминаться. Поэтому мы по лестнике поднимаемся вверх. Вон там наш кемпинг. В принципе, здесь есть бесплатная парковка. Можно было запарковаться и здесь. Кстати, караван здесь один стоит. Кто-то на караване припарковался. Но мы хотели сегодня тушек. Поэтому выбрали все-таки оставаться в кемпинге. А так вполне можно было переночевать и вот здесь. У нас, ребята, прибой. Вы посмотрите, волны какие. Вам, наверное, не видно. Классно. Утром поднимусь сюда. Покажу вам. Слушайте, тут можно быть очень спортивным. Нужно быть очень спортивным. Вот эти вот огоньки в море. Это корабли на рейде. Огромное количество кораблей. Хочется завтра все это посмотреть. Заблудился. Надо было идти по низу. А то пришел в какой-то тупик. Частный сектор. Собаки лают. Караван идет. Ну, зато посмотрел на город с высоты. Очень красиво. Все, ребятушки. Взял вот этот сережный тортик. И немножечко сладостей. В таком вот радужном торговом центре. И еду домой. Завтра с утра мы пойдем на корабль Ататюрка. Посетим музей корабля, который находится прямо рядом с нашим кемпингом. И потом пойдем гулять в какую-нибудь детскую комнату с Серегой веселиться. Ох, ребятушки. Сходили в душ, намылись. Снова идет дождь на улице. Поливает. Сидим в автодоме. Сергей Павлович спит. Завтра у меня день рождения. Поэтому идет подготовка ко дню рождения. Я монтирую ролик про Бишкек. Завтра надо выкладывать. Я еще конь не валялся. Полночь буду все демонтировать. Уже поздно. Уже почти 12 часов. Сюда не работать. Я на Виктора буду готовиться. Завтра будем с утра с Серегой праздновать. Тортик, как божья коровка. Слушайте, ребята, очень интересно. Я монтирую сейчас про Бишкек. И мне кажется, что мы сейчас находимся в Турции. И мне кажется, что это было в прошлой жизни. Вообще, я просто уже не помню, когда это было. Это вообще... Час ночью. Да. Пей. Позвать. А кто будет видео делать для людей? А кто завтра будет ребенка поздравлять? Ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Потому что я стараюсь. Приготовлены подарки для Сережи. Ладно, мы спать. Три часа ночи. Не успел пока смонтировать. Я увеку. Пусть доделывать завтра. Давайте, пока. Вот такое утро у нас, ребята, дождливое. Но праздничное. К себе получили рождение сегодня. Они что, в школу прошли? Сейчас и декабря. Ладно. На улице плюс семь. Завтра будет минус трюк. Я тебя. С днем родения. Тебя. Ура! Сереж, сколько тебе котиков? Сереж, сколько тебе котиков? Котиков? Да, сколько тебе лет? Три. Ура! Скажи маме, сколько годик? Маме, покажи. Вот так вот. Молодец. С днем рождения. Юнга. Вот такой вот тортик у нас. Смотри, Сережа. С днем рождения. Ура! Ух, вот такое вот 17 декабря. Дождливое. Мы в кемпинге проснулись. Сейчас я еще немножко помонтирую. С утра отметили день рождения Сергея Павловича. Сейчас попробую доделать видео про Бишкек. Выложить его на канал. Кстати, можете его посмотреть, кто не видел. И отправимся сегодня решать в Самсоне дела бытовые. Отремонтировать компьютер надо. Надо сводить Сергея Павловича в музей. И, кстати, отсюда мы пойдем в легендарный корабль, на котором Аттатюрк пришел в Турцию и устроил здесь революцию. И освободил на турецкий народ от гнета узурпаторов. Вот он. Отсюда его видно. Это, правда, копия, не настоящий корабль, но все равно приятно. Сергей Павлович хочет пойти в музей на корабль. Пока у нас здесь выводится видео, вот здесь Елена Викторовна за бортом производит процедуры, без которых не обойтись. Моет посуду. Сергей Павлович в свой день рождения играет, рисует, занимается художеством. Смотрите. Слушайте, классное видео получилось про Кыргызстан. Сейчас он снова командировал, погрузился в эти красоты и понимаю, что все-таки самые красивые горы, которые мы видели, это в Кыргызии. Кыргызстан, Кыргызия произвела на нас огромное впечатление. Идем в музей корабля «Бандирма» по 10 лир в ход с человека. Сергей Павлович у нас бесплатно. Спасибо большое. Спасибо. Корабль «Бандирма» был сделан в Шотландии в 1878 году. Потом в 1894 он вошел уже во флот, турецкий торговый флот. А в 1919 году на нем пришел Аттатюрк сюда, в Турцию, в этот город, именно к этому причалу. И началась турецкая освободительная революция. Именно этим и прославлен этот корабль. Потом корабль был списан, разобран и уничтожен. Но турецкое правительство посчитало важным знаком, важным символом независимости Турции этот корабль. Поэтому его восстановили, полную копию сделали. И сейчас он стоит на вечной стоянке здесь, вот у этого причала. Обожаю корабли, ребята. Вы посмотрите, это красоту. Вы посмотрите, как это красиво. Корабли, они прекрасны. Вот здесь, по всей видимости, в этом помещении творилась, создавалась турецкая революция. Вот эти вот офицеры сидели и обсуждали план освобождения страны. Вот и главная команда. Рулевой стоит вот так вот. Держит штурвал. Вот здесь вставай. Вставай, штурман. И говорит, два румба вправо. И я поворачиваю, два румба вправо. Здесь, видите, вот здесь вот есть румбы. Вот, вот, вот. Два румба влево. Я поворачиваю влево. Потому что рулевой не принимает решение, куда поворачивать. Принимает решение капитан, либо штурман, который стоит за компасом. Еще он стоит с каким-нибудь с экстантом, смотрит и определяет. А рулевой просто рулит вот одной рукой, пожалуйста, сзади на корме подруливает. Я думаю, что штурвал есть еще там. Пойдем смотреть. Большая такая хорошая каюта. Одна. А здесь каюта... А, так это вот, просто основная каюта. Ататюрк стал первым президентом современной независимой Турции. После поражения Турции в Первой мировой войне он возглавил борьбу против оккупационного правительства. И в итоге, победив, освободив Турцию от оккупации, стал первым президентом современной Турции. Вон там наш яхт-клуб. Точнее, наш караван-кемпинг. Вон там, вот здесь, видите, такой парк развлекательный. Летом, я думаю, здесь много народу катаются водные развлечения. Сейчас холодно, все закрыто. Наша эпопея с ремонтами компьютеров продолжается. Я взял с собой аккумулятор, макбук, зарядку. Идем в местный центр ремонтов компьютеров. Ребятки, в воскресенье, естественно, все закрыто. Воскресенье придется, скорее всего, завтра в понедельник в другом городе все искать. Из Самсуна мы переехали в кемпинг под Чоррумом. Координаты также оставлю в описании. Минус два. Вот, готовимся. Мне часто позволяют... На улице минус два, Елена Викторовна раздевается. То есть, смотрите, вон там под шторочкой два слоя. Вот так вот окошко полностью утеплено. И, соответственно, там за шторочкой тоже Леночка. Отодвинь ты будешь сегодня этот самый, показывать его. Там тоже мы сделали полностью стекло, утеплили. Единственное стекло у нас, вот это вот, не утеплено осталось, потому что часто выходим. А те два утепленные. Ну и здесь тоже, ребят. Здесь то же самое. Вот таким вот поролончиком. Стало тепло. А то обычно вот так раз, из-под стекла все время холод шел. Как Алина говорит, дешево и сердито. А еще мы сегодня первый раз экспериментируем. Мы опустили вот так вот наш столик. У нас подушечку нужно будет сделать. В Антарии этим займемся. Сделаем вот здесь вот. Сделаем вот здесь рундучок, чтобы можно было вот не мусорство складывать, а друзей сажать, приглашать, присаживаться. И, соответственно, вот сюда мы тоже подушечку, чтобы можно было так раз. И даже, хоть у нас и не поворотное сидение, но используют как диванчик для того, чтобы так развалиться и посмотреть ютубчик. Ребята, вон, смотрите. Утром вот этот белый, это иней. Иней на крыше, иней на кустиках. Но вот эта система вот с таким утеплением, говорят, сработала. Я не знаю, как раз она спала. Лена Викторовна проснулась и говорит, утром было теплее, чем обычно. Да? Статья и морозы, да. И вот эта штука у нас по-прежнему сейчас. Мы на ночь ее выключили. Полночь она работала, но вентилятор на ночь мы не рискнули оставлять, потому что, ну, не дай бог, перегорит, сгорит. Поэтому мы его выключали. А утром включили опять. Елена Викторовна у нас молодец. Вот такими завтраками балует нас. Сергей Павлович подтаскивает помидорки. Он почему-то не хочет играть на кровати, но, видимо, потому что там сохнет постель. Вот. Играет здесь. А я здесь делами занимаюсь. Так и живем. Пока адмирал и юнка занимаются своими делами, готовятся к отъезду, капитанское занятие, самое главное, это навести чистоту. Моем посуду под струйкой тепленькой водички. Здесь, в уборной, в кемпинге, есть специальная зона на улице для мытья посуды, но там крантики скручены. По всей видимости, мороз, потому что здесь водичка теплая есть. Поэтому моем здесь вот эту гору посуды. После того, как умылся, начистил зубы, намыл посуду, можно вознаградить себя легкой прогулкой в классную зону кемпинга, которая находится прямо на территории караван-кемпинга. Ребята, в сосенках погулять. Ощущение, полное ощущение, что попадаешь в карельский, любимый карельский лес в сентябре. Такая северная осень, как южная зима. Вот такие мы делаем выводы. Здесь такие вот беседочки кругом. Можно посидеть в хорошую погоду. Даже сейчас, в принципе, можно было разжечь угольками, погреть мяско и получить огромное удовольствие. Единственный минус этого кемпинга, то, что рядышком с дорогой шумно, конечно, и нет. И нет здесь интернета. Может быть, это сейчас. Но зато цены, в отличие от кемпинга предыдущего, там цены 200-250, а здесь 80-100, соответственно, за кемпер и за караван. Но все-таки холодновато. И у нас цель добраться до юга, пока там не стоило. Холодно. Поэтому мы отправимся дальше. Когда выглянуло солнышко, можно присесть в такую беседку, отдохнуть, насладиться видами. А вон там наверху еще какой-то, какой-то туристический объект, горки, либо аквапарк. Что-то там есть наверху. Здесь очень хорошо, хоть и немножко шумно, но нам пора отправляться дальше. Кемпинг вблизи города Чорум. Все продукты, купленные в России, закончились. С Владикавказом мы практически питались теми запасами, которые были у нас приобретены. Сейчас самое время заехать в магазин Мигрос, поэтому подъехали к большому центру на парковку, закупимся продуктами и отправимся дальше. Чорум – один из первых городков в Турции, который не производит впечатления туристического города, но не менее приятный, аккуратненький городочек. Я вот на себя так примеряю, я бы здесь, в принципе, вполне жил. Провентальный городочек в горах, симпатичный. Друговый комплекс украшен к Новому году. Шариками и Еленой Сергеем Павловичем, естественно, застряли, зависли. Хотя мы на входе договаривались, не смотрим по сторонам. В Мигрос и обратно. Фонтанчик, кстати, внутри, красиво. Ох, ребятушки, интересный лайфхак. Я в это не верил, ну, как-то не верил, что бы не верил, но относился к этому не так, как прям вот когда это ощутил. У золотарей здесь вот мы в торговом центре зашли, тут прям золотой магазин, золото продают, рядышком обменник. И курс у них как на бирже практически. Смотрите, доллар 20, клири 29.06. Я поменял доллар за 29.03. То есть, понимаете, да, насколько выгодно. Единственное, что рубли не меняют, а доллары меняют практически по бирже. Прям вообще. Это очень круто. И мы поменяли деньги здесь, и мы довольны. Пяточки, снова едем в горах. Плато. Горная Турция, она тоже прекрасна. Великолепна, замечательна. Единственная страна, где столько много сельского хозяйства. Просто всю дорогу мы едем, кругом поля, парники. И работают люди в поте лица, пашут. Интересно, у них тут все локализовано в Турции. До этого, если вы видели, был город продавцов автомобилей, то сейчас мы проехали город продавцов техники. Тракторы, трактора, грузовики. Прям вот вред стояло много разных-разных магазинчиков. Все продавали тракторы. Или тракторы, как правильно сказать. Есть город продавцов автомобилей. Есть город продавцов тракторов. Интересно, какие еще есть города? Продавцов мороженого, продавцов счастья, продавцов караванов. Интересно было бы повстречать и прокатиться по всем этим городам. Ротненькие степи. Хотя нет, здесь поля, но все равно глаз радуется. Увидел знакомые и давно привычные взгляду виды Средней Азии. Здесь, в Турции. Муравьиные львы. Классно, сладкие, козлаки. Ребятушки, вон какой-то классный каньон. Скалы красивые вон там, за крышей. Вот отсюда, видай, их много. Надо не подъехать. Ребятушки, у нас будет пикник на обочине. Мы остановились с таким видом. Я вот только что вам его показал. Меня там чуть не набросилась собака. Я убежал сюда. Поэтому сегодня, смотрите, варим макароны. Макароны, макароны, макароны. Вот такие. Болера, болера. Борила. Борила, борила. И еще будем готовить вот такие замечательные стейки. Стейки, стейки, стейки. Сейчас поперчить, посолить. Вот этот, наверное, будет, вот он поменьше. Это мне, а побольше, нашим, нашему экипажу. Все лучше должно оставаться юнге. Нет, адмиралу. А юнге что останется? Посолили. Этот поперчили. Сюда укропчик, сюда перец не добавляли. Вот такая тарелочка. Спелый, под скрипку, проскрип старых мачников. В работ с манозлую собаку. А старенький, злой, одинокий скрипач играл бы. Блюдо от капитана. Мясо по-капитански. Вперед. Ох, ребятушки, пообедали. И прям настроение улучшилось. И прям ощущение, едем на закате. Давно на закате не ездили. И сейчас прям как дежавю. Как будто мы по Средней Азии, в Казахстане или в Киргызстане. И когда вот мы ехали через весь Западный Казахстан, столько у нас было закатов. И похоже очень было на 100 горизонте виды. И такая душа прям радуется. Ох, родное, что ты увидели. Все-таки, когда приезжаешь к морю, радуешься морю. Когда уезжаешь от моря в горы, радуешься к горам. Когда в степях очень не нравятся степи. В этом и есть прелесть в онлайфе. То, что ты живешь каждый день. Ты видишь вокруг себя эту красоту. А не пялишься в телефон. А смотришь вокруг себя. Ты создаешь контент. Не важно сколько дней в твоей жизни. Не важно сколько жизни в твоих днях. Кругом предприятия, кругом поля. Прям каждый клочок земли используется. Степь до степи кругом. Путь далек лежит. В той степи глухой. Радуюсь я. Увидела душа Акхы на родные степи. Казахстан. 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 Посмотрите вперед. Что ты говоришь? Да посмотри вперед. Вот это красота. Ахай! Эх! Поднажмите! Тройка! Ребятушки, здесь постановиться, переночевать. Постоять по денек-другой. Но это нужно летом. Летом, когда жара на море. А здесь горная прохлада. Тут очень красиво. Возвращаться будем этой дорогой? Если будет тепло, постоять денечек-другой здесь. Очень хочется. Очень хочется. Ребятушки остановили нас. ГАИ, местный ГИБДД. Стоят. Проверяют документы. Будут нас проверять тоже. По-убросскими! Привет, мой друг. По-убросскими! Да? Из России? Россия. Да, Россия. Дай вам, че. Поехали? Поехали! Хорошо, спасибо. Спасибо, Реб. Ребят! Спасибо. Ты в Анталию? Да, да. Кониа. Слепи в Кониа и поехали в Анталию. Хорошо. Хорошо, спасибо. До свидания. Ребятушки под вечер, уже к 9 часам вечера, приехали в муниципальный кемпинг. Это есть такие кемпинги, где денег не берут. То есть ты приезжаешь, можешь встать. Вот такой вполне себе кемпинг. У нас даже есть электричество. Бесплатно. Спросили, взяли все данные. Откуда, из какой страны. Я говорю, электричество есть. В итоге мы приехали сюда, написали свои паспортные данные. И вот у нас, получается, есть водичка, есть электричество, и есть друзья, которые там стоят. Ну, пока не друзья, а просто соседи. Интересно. Там в туалете есть вода. Вот здесь вот, ребята, турки стоят. Грецкий автомобиль. Здесь вот караван откуда-то. Вот, ребята, французы. Франция. Блин, классно. Слушай, вот это караван. Вот таком я бы жил всю жизнь, наверное. Французский. Вот еще французский. Кстати, интересная штука. Такая, смотрите, накладочка. Сверху. Для тепла. Довольно классно. Я хочу такую себе. Солнечно. Морозное утро в коне. Травка в ине. Солнышко светит. Пара за рта идет. Ребята, ночью было довольно холодно. Минус четыре. Водичка-то замерзла, ребята. Все, смотрите. Не будет лить. Видите, хоп. Мороз, мороз. Такая вот штучка. Дрючка. Сталактит. Ребята, со всех сторон у нас капает. Вот здесь вот течет водичка. Вон там течет водичка тоже. И вот здесь вот. Ой, блин. Вот она. Честно, даже боюсь, когда будем разбирать вот верхний потолок, смотреть, что там. Там, наверное, клесень уже завелась. О, блин. Да, большая проблема конденсат, когда холодно. Капает прям вот, нога мокрая вся. Купили вот такую штучку за бешеные деньги. В России она стоит 300 рублей. Здесь 1300. И получается, что раз, два, три. Хопа. Павел Ямайский. И интернет у нас на нашем компьютере заработал. Вау. Мы с интернетом теперь. Ура, ура, ура. Итак, сколько стоит Венлайф? Сколько мы потратили на производство этой серии? Проехали мы 953 километра. Это 5200 лир. Замена масла нам обошлась в 1350 лир. За кемпинг в Самсуне мы отдали 200 лир. За кемпинг в Чоруме 80 лир. Итого, без затрат на Эду мы потратили примерно 7000 лир. Это 211 долларов. Спасибо за просмотр. В следующей серии мы доедем до Анталии. И уже будем рассказывать вам про Венлайф в Анталии. Так что пока, до встречи на ютубах. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.